О жалобе Равгата Закевича Алтенбаева на постановление Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 14 августа и решение Территориальной избирательной комиссии Комсомольского района города Набережной Челны Республики Татарстан У нас на связи, Татарстан включите пожалуйста Митхат Равкадыч Шаги Ахметов, Надежда Петровна Борисова и Наталья Михайловна Петрова Секретарь комиссии Надежда Петровна, Наталья Михайловна, главный консультант правового управления У нас в зале заявитель Равгат Закевич Алтенбаев и Гилерас Агитовна Бушурова, представитель заявителя Подписные листы, которые вот здесь у нас есть По запросу мы их получили из избирательной комиссии Татарстана Вот здесь в них пропечатано То есть это вы готовили их вместе со своим штабом Мы ниже подписавшись поддерживаем самого движения кандидата в депутаты Алтенбаева Равгат Закевича, проживающего в республике Татарстан, город Набережной Челны И каждый лист подписан вашей подписью Вы не читали, что здесь написано? То есть вы действительно живете на прописанном написании? Николай Иванович, отвечаю В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Место проживания определяется по времени проживания Я 70% проживаю там Я там имею квартиру, я там имел прописку И я там не чужой человек Вот мой ответ И второе Когда ТИК, извините, когда ТИК принимал Они же видели мои копии паспорта Они могли сказать Равказекист, вы извините, у вас тут вот все-таки ошибка вкралась Что тут честно? То есть ошибка, ошибка, это ошибка ТИКа Я не знаю, ошибка не ошибка Ошибка ТИКа или ошибка кандидата И еще тогда вопрос Не могу так сказать Вопрос в развитии интерпретации статьи 20 Скажите, вы на этих выборах В законодательные собрания Республики Татарстан Сможете прийти на избирательный участок и проголосовать? Нет, конечно, не могу Ну, тогда извините, что за интерпретация У вас активного избирательного права нет И вы знаете, что у вас нет Мы же на это не претендуем Я еще говорю о том, что запись здесь Должна соответствовать записи в паспорте Именно по записи в паспорте А не по количеству проживаний на той или иной территории Определяется активное избирательное право гражданина Николай Иванович Еще раз посмотрим 20 статью Да, давайте мы посмотрим в паспорт И точно внесем все, что написано в паспорте Подписной лист Поэтому, на мой взгляд Мы сейчас послушаем, конечно Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Их аргумента Но Все подписные листы Изначально были изготовлены С грубой ошибкой Которая не дает возможности признать Вообще ни одну подпись Действительной Николай Иванович, а тогда где был ТИК? А ТИК? Да Был на месте А где был кандидат с его штабом Который вот сидит ваш представитель Снимает все на видео Лучше бы подписные листы посмотрели Проверили их правильность Это относится к ТИК Это относится к кандидату Который претендует на высокую государственную должность В Республике Татарстан Подписные листы, которого не содержат По сути дела ни одной подписи Которая может быть признана правомерной Подписные листы оформлены По оценкам правового управления Да и по нашим С грубым нарушениям Федерального закона Номер 67 Спасибо А тогда посыл по отношению к ТИК какой? Подсыл по отношению к ТИК мы сделаем обязательно Это правда Да Пожалуйста, Миткат Равкадыч Вам Добрый день, уважаемый Николай Иванович Добрый день, уважаемые коллеги Мы вчера после заседания рабочей группы Центральной избирательной комиссии Еще раз внимательно проанализировали все документы кандидата И что мы там увидели? Приемка документов кандидата при выдвижении проводилась в течение пяти часов При регистрации в течение трех часов Это можно увидеть в подтверждениях о приемке документов На которые вчера ссылались и заявители Зная перечень необходимых документов, которые должны были быть представлены А мы, заранее, в территориальной комиссии Нормативные документы для этого были переданы представителям кандидата Нетрудно предположить, что этого времени было более чем достаточно Возникает закономерный вопрос Почему затрачено столько времени? А потому, что большинство документов были оформлены с недостатками Либо вовсе не представлены Каждый раз комиссия шла навстречу кандидату Давала ему возможность устроить эти нарушения Подходила к нему максимально лояльно И все-таки мы считаем, что вот эти факты Они являются следствием непрофессионализма Представителей кандидата Алтамбаева И который никак нельзя ставить Наверное, виной избирательной комиссии нашей республики Понятно, что есть вопросы И вчера мы услышали Мы методически еще раз с нашими комиссиями проработали То, что касается непосредственно уже участия представителей кандидата В проверке документов Им был разъяснен порядок проверки подписей избирателей Они присутствовали и при проверке подписей непосредственно Когда находился эксперт-почерковед И никаких, вот Равка Закич об этом тоже говорил Никаких вопросов не возникало Что тоже ради объективности То, что вот Равка Закич говорит Что там умерших живых людей сделали умерших людьми Но это не совсем так Вот даже те четыре заявления, которые были представлены Вот по одному заявлению Это тоже было предметом рассмотрения вчера на рабочей группе Значит, да, действительно, человек живой Но если посмотреть паспортные Если посмотреть ведомости подписные То получается, что за этим человеком указан паспорт Человека, который умер Понимаете? И когда уже мы еще после того, как УФМНС нам подтвердил Мы еще запросили в ЗАГСе непосредственно Чтобы нам дополнительно подтвердили Такое подтверждение есть И таких фактов, к сожалению, не единичны Их достаточно количество То, что касается тех документов, о которых говорит Равка Закич Скриншоты, заявления Значит, выписки из данных сайта миграционной службы Я вот официально об этом заявляю Все без исключения документы Тщательно, всесторонне Были рассмотрены в Центральной избирательной комиссии нашей республики Что в итоге мы имеем? То, что уже сегодня мы говорим о том, что Первое, кандидатам в установленный срок То есть единовременно с заявлением о согласии баллотироваться Не представлена справка расходов по указу президенту Об этом вчера тоже мы говорили Во-вторых, кандидатам не представлено письмо-уведомление о том, что он не имеет счетов Не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках Расположен за пределами территории Российской Федерации Значит, представлены за пределами предусмотренного закона срок По представлению необходимых для лица документов Не имеют подписи кандидата В-третьих, уже об этом мы говорили Подписных листах не соответствует месту фактической регистрации кандидата В ходе проверки вот этих всех документов, всех скриншотов, всех заявлений, которые были представлены Значит, кандидатам, я еще раз повторяю Была проведена всесторонняя проверка В результате которого 54 подписи признаны недействительными И они засчитаны в пользу кандидата Из которых 12 у нас были признаны действительными, потому что была ошибка ввода Неправильно или неадекватно прочитали фамилию 4 подписи ошибочно были внесены в ведомости проверки Оставшиеся 38 подписи, засчитаны в пользу кандидата На основании уже проверки управления ФМС и МВД нашей республики Вместе с тем, признаны недействительными 58 подписей по следующим основаниям Это несоответствие адреса, наличие расхождения фамилии, имени, отчестве, годе рождения Выявлены недействительные паспорта, установлены принадлежью указанных паспортов другим лицам Кроме того, как я уже сказал, при оценке подписи установлено неоднократное использование данных Одного и того же паспорта, сведенных о разных избирателях Повторяющиеся подписи одного и того же избирателя Использование в подписных листах серии и номера паспорта ранее принадлежащих умерших гражданам Все вот эти вопросы предметно были рассмотрены в присутствии представителей кандидата На рабочей группе Центральной избирательной комиссии Все приведенные результаты были подробно рассмотрены в ходе действия рабочей группы Центральной избирательной комиссии Еще раз повторяюсь, доведены до сведения представителей заявителей и легли в основу постановления Центральной избирательной комиссии Республика Татарстан. С учетом имеющихся нарушений документов заявителя, результаты проверки считаем, что оснований для отмена постановления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан не имеется. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, Миткар Таравкадыч, есть? Да, пожалуйста, Евгений Александрович. Уважаемые коллеги, мы должны все-таки говорить юридическими фактами. Я вот просто приведу две выдержки из закона. Первая выдержка это выдержка из подписного листа, который установлен для единый подписной лист для кандидатов, которые баллотируются в законодательные органы субъектов Российской Федерации. Подписной лист для кандидатов, которые выдвигаются по мажоритарной системе. Что должен указать кандидат? Кандидат должен указать наименование субъекта Российской Федерации, района, города иного населенного пункта, где находится место жительства. И дальше мы берем понятийный аппарат, который установлен в статье 2 закон об основных гарантиях под пунктом 5. Там идет определение адреса места жительства. И это тот пункт, где гражданин Российской Федерации, кандидат, зарегистрировано по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. То есть, вот этот регистрационный штамп, он определяет, что должно быть написано в подписном листе. И если стоит штамп, что человек зарегистрирован в городе Герой Москва, то, соответственно, и в подписном листе он должен писать Москву. А что касается вот то, что уважаемый Равгат Закевич говорил, это действительно считается, но при исчислении срока из человек баллотируется в Совет Федерации, когда смотрится совокупное его проживание на территории субъекта Российской Федерации. И к законодательному собранию и к Государственной Думе это никакого отношения не имеет. Спасибо. Николай Владимирович, пожалуйста, Вам слово. Я, правда, не понял, у Евгения Александровича это вопрос был? Это был вопрос с ответом. Риторический вопрос. Нет, вопрос с ответом. Спасибо, коллеги. Ну, мне кажется, тут достаточно подробно уже разобрана эта ситуация. Я хотел бы тогда только напомнить, что вчера при рассмотрении представленных в Центральную избирательную комиссию документов в связи с жалобой Равгат Закевича Алтенбаева на постановление Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и Территориальной избирательной комиссии Комсомольского района города Набережные Челны, Мы, в общем, пришли на заседание рабочей группы, ознакомившись со всеми этими документами. Я бы сказал так, что за спиной каждого члена рабочей группы стоял капитан очевидность. Тем не менее, мы обсуждали все процедуры, связанные с этой жалобой, больше часа. Сегодня, мне кажется, основные моменты были перечислены как кандидатом, так и председателем Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Я, правда, очень сожалею, что я не вижу в поле своего зрения основных действующих лиц этой истории, а именно Бориса Нургалиевича Золокаева и Ирины Аркадьевны Бодровой. Я уже высказывал такое пожелание, что все-таки при рассмотрении жалобы на действия территориальных или избирательных комиссий муниципальных образований, они не только на рабочей группе бы отвечали за свои слова и действия, но и в публичном пространстве при заседании Центральной избирательной комиссии. Поэтому, уважаемые коллеги, действительно, тот проект постановления, который у вас имеется и который был одобрен на заседании рабочей группы вчера единогласно, единодушно, он отказывает в удовлетворении жалобы кандидату Алтенбаю. И, в принципе, чтобы больше не повторяться, я хочу только процитировать заключительную фразу вчерашнего большого интервью Элла Александровна Памфиловой на канале «Россия-24». Она буквально мне кажется в точку к этой ситуации сказала, что мы столкнулись с тем, что многие кандидаты в кандидаты, то есть политики, которые имеют большие амбиции, многих элементарных вещей просто не знают к их стыду. Поэтому, ну, наверное, конечно, уважаемого Равга Адзакиевича, который сам долгие годы был одним из видных законодателей, ну, как-то так, значит, сложно упрекать в том, что он, может быть, недостаточно внимания уделил подготовке своих документов, передоверился своим юристам, доверенным лицам, который, кстати сказать, Равга Адзакиевич, даже справка о расходах, которая 25 июля была представлена с опозданием на месяц, несмотря на то, что она относится к категории документов, которые не могут быть допредставлены после первичного приема документов, она была даже подписана не вами, а доверенным лицом, что является очередным нонсенсом. И, в общем, не красит ни вас, ни ваше доверенное лицо. Поэтому, уважаемые коллеги, вопрос вызывает только то, что почему-то, несмотря на то, что вот у нас в постановлении, так же, как и в постановлении Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, указаны целых три основания для отказа в регистрации, но самое первое и главное основание, которое, как справедливо Равгат Закеевич сказал, которое, вообще говоря, должно было помешать ему приступать к сбору подписей, а именно отсутствие так называемой президентской справки, почему-то оно отсутствует в решении об отказе территориальной избирательной комиссии, так же, как и несоответствие адреса места жительства кандидата, его действительному месту жительства по регистрации в паспорте на подписном листе. Вот это было вчера уже отмечено на заседании рабочей группы, поэтому я предлагаю поддержать тот проект постановления, который был вчера выработан рабочей группой в удовлетворении жалобы кандидату отказать. У нас нет сомнений в правильности оценок Центральной избирательной комиссии Татарстана и голосование членов Центральной избирательной комиссии показало, что оно профессиональное и верное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА